привет меня зовут елена я очень рада приветствовать вас на своем канале в этом видео мы поговорим про тени от фирмы colorpop я заказала себе целую коробку на пробу по чуть-чуть разных средств но чтобы не городить все в кучу это видео будет конкретно о тенях если вас интересует на свотче то обязательно посмотрите под видео на самом youtube там есть таймкод по которому вы можете щелкнуть и выпрыть непосредственно свотчи если они вам нужны но если вы посмотрите все видео еще тем более поставить лайк то огромное вам за это спасибо фирма colorpop очень известна во первых она бюджетная и при этом у нее очень интересные качественные красивые товары и этим она и привлекает то что практически любая девушка может позволить себе очень красивую косметику у меня есть палетка ес плиз она одна из самых известных у этой фирмы мы я вообще не встречала на нее критики и и все хвалят и я решила что если уж начинать знакомство с фирмой то с какого-то такого знакового продукта потом мне несколько коробочек супершок шадоу эти тени выделяются тем что у них специфическая текстура они не очень легко наносятся но при этом очень красиво смотрится и это вызывает ажиотаж всем же интересно узнать что у них такая за особая структура которую тяжело нанести но при этом она стоит того и вот такая вот маленькая крошечка единичка магнитный рефильчик теней просто теней у меня достаточно много и покупать много себе рефилов я не вижу смысла потому что я не вижу оттенков которые прям не были бы действительно необходимы но вот такой вот нежно лососевый персиковый цвет показался мне очень трогательным и я просто не смогла его оставить в холодном магазинчике и теперь он уютненько живет у меня я заказала два оттенка bubble это супершок шадоу сатин он такой нежно нежно розовый я планирую в дальнейшем разыграть его среди своих зрителей поэтому подписывайтесь чтобы это не пропустить а и Продолжение следует... 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 Теперь я возьму коричневый оттенок, по-моему, он называется Not to Self, и буду наносить его в складку. И этот же оттенок я нанесу на нижнее веко. Теперь я возьму оттеночек Луис, это металлик, он такой бронзово-розово-золотой, и нанесу его на подвижное веко. Я возьму оттенок French Kiss и немножко сделаю темные акценты на глазах, чтобы сделать макияж более глубоким. Вот так вот выглядит мой макияж, не законченный, потому что я еще не накрасила ресницы. И, конечно, к такому яркому макияжу было бы неплохо добавить на окладных ресниц. Что я могу сказать про непосредственно саму палетку? Все ее хвалят, и я думала, сейчас возьму, куплю и за что-нибудь пургаю, чтобы быть не как все, потому что я же не хочу быть как все. Но тени действительно очень хорошие, ими очень легко пользоваться, они как будто растушевывают себя сами. Они очень легко переходят из цвета в цвет, они очень легко протушевываются между собой, а при этом не смешиваются, если вы не хотите, чтобы это все смешалось. Яркие, насыщенные цвета, достаточно буквально одного слоя, чтобы макияж выглядел действительно ярким, действительно насыщенным. В этот раз я сделала сводчи только пальцами, и, пожалуйста, напишите мне обязательно, нужны ли вам сводчи кисточками. Просто на самом деле сделать сводчи кисточками достаточно тяжело. Даже если взять здесь 12 оттенков, мне приходится находить 12 кистей, или все время чистить те кисточки, которыми я делаю сводчи. Это достаточно трудоемко, поэтому если это вам действительно нужно, то напишите мне, чтобы я знала, что я не зря стараюсь, и что вам вообще это интересно. Давайте подведем итог, вынесем вердикт всем теням, и поговорим о том, стоит ли их покупать, и стоит ли их заказывать. Ну, несмотря на то, что цены очень бюджетные, и там очень часто скидки, когда на них и по 50, и по 70%, и можно купить себе кучку за дешево, и бесплатная доставка в Россию, но тем не менее, все-таки денежка из денежкой, надо ее экономить. Если говорить про вот эти вот оттенки Super Shock Shadow, смотрится красиво, поиграть очень красиво, сделать какой-то акцентик на глазах. Я сейчас вот себе в качестве акцентов, в качестве топпера нанесла бежевенький оттеночек. Где он у меня? Вот он. У меня просто... Почему так выглядит плохо оттенок? Потому что он пришел побитый, мне пришлось его утрамбовывать пальцем. И с тенями это достаточно... С этими именно тенями достаточно часто такое происходит, они очень тяжело поддаются в транспортировке. Вы берете этот оттенок, вы начинаете его как-то тушевать, и он превращается просто в блестки, в отдельные блестки. Нужно ли это кому-то, кто не делает постоянно супер-супер яркие, супер-супер бомбезные макияжи? Вряд ли. Просто сейчас у меня на руке вот такой вот легкий оттенок и куча-куча просто отдельных, достаточно липких блесток. В качестве топпера, да, очень классно. В качестве теней, ну, что-то вот как-то сомнительно. В моем инстаграме, когда я выложила сводч вот этого оттенка, некоторые девушки сказали, что он такой свадебный. Но я бы на свадьбу его, наверное, не стала применять. Просто потому, что там слишком много действительно блесток. Я, например, в свадебном макияже блестки, ну, не очень люблю и слишком сияющие цвета. Они очень капризные на фотографиях и на видеосъемке. Где-то одна блесточка не так легла, слишком затопорщилась, грубо говоря. И все, и при вспышке, при каком-то луче света на фотографиях, на видео это будет выбиваться белым пятнышком. И на фотографиях смотрится не всегда опрятно. Поэтому прям именно отдельно такие тени, как тени, я бы на свадьбу использовать тоже бы, наверное, не стала. Палетка очень классная. Она у меня вызвала прям восторг. И что самое приятное, это идеальные тени для фотосессии и для видеосъемки. Потому что их без всякой базы, без всякой подложки можно накладывать в один слой и они не пробиваются светом. Я попробовала сделать фотографии со вспышкой. Я сижу перед ярким светом и макияж мой не пробивается. Не просвечивается кожа через слой теней. Это очень клево. Это значит, что вы можете спокойно брать эти тени, использовать для фотосессий, для каких-то съемок. И на селфи они будут выглядеть гораздо лучше, гораздо аккуратнее, чем оттенки, которые просвечиваются светом. Как у меня, например, было с Кайли. В зеркало круто, на фотографиях просто ужасно. Весь макияж я сделала палеткой Yes, Please. И вот эти вот светлые элементы сделаны тенями I Love This. Yes, Please и I Love This почти стихо. Тени легли немножко такими чешуйками и действительно похожи на эффект вольги. Но вот это ощущение блесточек в гелевой основе, оно никуда не делось. И тени лежат немножко чешуйками. Я их пыталась как-то распределить, но у меня не очень хорошо получилось, потому что они практически моментально схватились. Так что, если вы в макияже новичок, то будьте к этому готовы. Знаете, на что вы идете, если вы покупаете вот эти вот супер милые, супер инстаграмные коробочки. Надеюсь, что это видео для вас было интересным, полезным. Оно вам понравилось. Подписывайтесь. Я буду очень рада, если вы будете моими постоянными зрителями. Я искренне люблю своих зрителей, потому что я стараюсь именно для вас. Не для кого иного. Только для вас. Подписывайтесь, ставьте лайки. Желаю вам очень удачного дня.